Как стать успешным и богатым в сетевом? Какая главная ошибка, которую совершают люди в этом бизнесе? И какое одно действие сделает тебя успешным в этой индустрии? Всем привет! Меня зовут Елена Коваленко. Я MLM-предприниматель, эксперт в области продвижения сетевого бизнеса в онлайне и практикующий топ-лидер в сетевой компании. Почему я взяла на себя смелость рассуждать на тему богатства и успехов в сетевом? За 4 года с нуля мы с мужем стали топ-1 международной сетевой компании и зарабатываем достаточно, чтобы осуществить свои юношеские мечты. Но сначала хочется сказать о главной ошибке, которую совершают люди, приходящие в сетевой бизнес. Человеку кажется, что у него должно получиться легко, быстро и сразу. Типа, я зарегистрировался, кому там давать карту виза для переводов наличных. Откуда вдруг должно начать сразу получаться? Может быть, ты был крутым переговорщиком, у тебя прекрасный навык копирайтинга. Или ты медийная личность и лидер мнений, за тобой идет армия поклонников и последователей. Или может быть, ты был прекрасным управленцем в компании или психологом, который знает слабые и сильные стороны людей, настроение их. Может, ты умеешь управлять и направлять? Скорее всего, из всего этого ты скажешь нет. Почему же тогда этот бизнес должен быть быстрым у тебя? И через пару недель ты подходишь и говоришь, что у тебя ничего не получается. Никто не хочет идти к тебе в бизнес, покупать, делать заказы, включаться. Так снимаем розовые очки, которые когда-то могли одеть вам представители сетевой индустрии. А скорее всего, пирамидосники, говорящие так. Делать ничего не надо. Рисков нет. Нет, регистрируешься и мы тебе команду сами строим. Рассказал одному, второму тебе также рассказали и по цепочке у тебя уже огромная структура. И ты получаешь пассив, попивая коктейль на берегу Доминиканского залива. Нет, еще раз нет. Если бы компании платили деньги за то, что люди просто пришли, тогда все бы стали миллионерами. Но, увы, мир бизнеса не такой. Итак, как же быстро стать успешным и, соответственно, богатым в сетевом бизнесе? Возможно, вы удивитесь, но ответ элементарно прост. Работать. Как говорит один наш друг, вджобывать. Ты скажешь, очень смешно, это же и так понятно. Но, к сожалению, у каждого понятие работы разное. Для кого-то это час в день ковыряние в носу и имитация бурной деятельности. Знаем таких людей. А может и целый восьмичасовой день аналогичных действий. Но это не то, что я имею в виду. Приведу простой пример. Ты открываешь ресторан. Это бизнес, который начнет приносить тебе деньги через год максимум. Так как сначала ты вложишь много, очень много денег. А потом ты будешь долго и нудно отбивать их. Вопрос. Сколько времени в день ты будешь уделять своему ресторану? И насколько качественно ты будешь работать? Я больше чем уверена, что ты будешь огнем гореть. Забывайте обо всем. Ты будешь пахать. Но это будет тебе в радость. Ведь ты знаешь, сколько денег в будущем будет приносить тебе ресторан. И это будет твое любимое детище. Вопрос второй. Так почему же ты ведешь себя иначе, открывая себе дорогу в предпринимательство в сетевом бизнесе? В бизнесе без особых вложений, с возможностью совмещать с другими делами, с семьей. Наверное, потому что на халяву. И твой мозг тебе говорит, это ничего не стоит. Как считаешь? Я вижу полной историй, когда человек приходит в сетевой с ожиданием миллионов и уделяет этому бизнесу 2-3 часа в день. А то и через день. А потом уходит со словами, нет, это не мое, лохотрон какой-то. А лохотрон у человека в голове. Так как особо хитрые сетевики любят давать объявления и обещать эти самые миллионы за 2 часа в день. Причем делать особо ничего не надо. То, о чем я говорила ранее в этом видео. Вот такие люди и портят репутацию шикарному, высокодоходному бизнесу. А еще у многих не хватает терпения. А жизнь одна такая, дает проверочки. И выдерживают их только те, кто умеет падать достойно. А потом расправлять крылья и взлетать. Не бывает ни в одном бизнесе постоянного роста. И надо принимать и падение как должное, и стагнацию. И важно понимать, прямо себе подчеркните красной линией. Рост идет только через поражение. Невозможно вырасти и сделать лучше, если ты не был в поражении. Потому что это опыт, который показывает тебе, как делать надо и как не надо. Я постоянно анализирую тех, кто в топ-лидерах компаний и партнеров других сетевых компаний. И вот что я вижу, зная лично многих из этих людей. Они много работают. Действительно много. Каждый день параллельно находя время на семью и хобби. Для них это бизнес, а не дополнительный заработок. Еще один момент. Они знают, что они делают. У них есть четкий пошаговый план, который они берут из своего спонсора. А если у спонсора нет такой обучающей системы, они создают свою. Причем это и женщины с тремя, пятью детьми. И женщины в возрасте. И мужчины с двумя, тремя видами бизнеса. И они не перебирают. Это я делаю, это я не делаю. Не по стати боярину, так сказать. Если тебе важно получить систему обучения с выходом на результат, ты можешь взять ссылочку под этим видео. И применив знания, уже в первую неделю получить результат. Также я часто вижу людей, которые являются вечными учениками. Они постоянно сомневаются в том, что делают. Пытаются постоянно искать новые схемы действий. За счет этого выпадают из строя и выводят своим колеблющимся поведением свою команду из строя, теряя людей. Это люди вроде и вечно в работе, но это больше похоже на хаос. Думаю, что здесь проблема в искреннем желании стать богатым. Ведь если начать серьезно работать, то можно и стать им. А тогда придется выйти из такой удобной роли жертвы. Также частенько такие люди берут тайм-аут. Отдыхают от сетевого своего бизнеса. Вопрос. Если у тебя ресторан и на этапе запуска ты вдруг бросаешь все и отдыхаешь, что будет с рестораном, когда ты вернешься через месяцок? Ответ очевиден. Так почему же, какого? Ты в сетевом ведешь себя, как маленький капризный ребенок. Я уже хочу шоколад видеть. Зато голубь есть. Мне нужен шоколад. Я не знаю, что это шоколад. Я надеюсь, что ты пересмотришь свое отношение к бизнесу. Если ты еще не зарабатываешь в нем, возьмешь пошаговую систему у спонсора, обнулишься, поставишь себе четкие цели, распишешь план и начнешь пахать так, как будто твоя цель в бизнесе – заработать столько денег, чтобы спасти любимого человека от чего-то страшного. Кстати, почитай книгу «Миллионер за минуту». Она многое поменяла в моей голове в свое время. Поменяет и в твоей. Пашем ли мы? Да. Но для нас это не каторга, а смысл и стиль жизни. Мы получаем удовольствие и уже жить просто без этого не можем. А вселенная благодарит нас с любовью, с благодарностью от партнеров, семьи, ну и красивыми шелестящими бумажками под названием «Деньги, комфорт и уют». Подписывайся на канал, обязательно нажми на колокольчик, если хочешь получать уведомления о наших новых видео. И начни, наконец-то, действовать. То, что мы даем, если не применять, то это просто так и останется словами. Всех благ, до скорых встреч. С вами была Елена Коваленко. Субтитры сделал DimaTorzok